итак здравствуйте дорогие друзья кто смотрит мой канал сегодня снова дмитрий филимонов отвечает на ваши вопросы вопросы не будут такими какими-то сложными они довольно простые но их очень часто задают и поэтому сегодня у дмитрий на них ответит ну вот вопрос такой жду собеседование на политическое убежище уже четыре года приехал по турвизе как ускорить процесс спрашиваю да во первых всех приветствую всех рад всех рад видеть что касается вопроса этот вопрос последнее время звучит очень часто потому что люди не только по четыре года ждут люди уже ждут по семь восемь лет приглашения на интервью во всех офисах по предоставлению убежищ есть такая проблема и она связана с нехваткой сотрудников многие сотрудники сейчас этих вот эти офицеры по предоставлению убежища они специально заточен на проведение интервью на страх для людей которые пересекают границы часть из них брошена в бой с афганцами которые приезжают после вывода американских войск из афганистана и они получают интервью в первую очередь поэтому как проблема есть она повсеместным на всей территории соединенных штатов америки раньше мы использовали такие инструменты как шорт-лист шорт-лист например это если вы запишите письмо в свой офис где у вас находится кейс по убежищу просите вас перевести на шорт-лист что означает шорт-лист что вам могут позвонить любой момент пока потому что какой-то человек в очереди отказался от интервью заболел там еще что-то переводчика не нашел и вас могут впихнуть на его место выглядит это примерно так какой-то момент офицер вам пишет либо емейл либо звонит и говорит у меня есть окно на например там 8 метров во вторник а речь идет например там четверг неделю до вторника да то есть там два-три дня четыре дня до интервью и вас приглашают на это интервью вместо того человека который каким-то причинам отказался перенес свое интервью я извиняюсь но вообще под статистике шорт-лист он это не рабочий вариант это не рабочий да я просто говорю о тех способах которые мы использовали раньше да сейчас это в последнее время нерабочий именно причине которые я сказал самом начале из огромной нехватки сотрудников то есть фактически что такое шорт-лист это кто-то должен соскочить с интервью а сейчас они вообще не проводятся да потому что сотрудники либо заняты проведением креди был интервью то есть интервью на страх для тех кто пришел на границах мексики с мексики сша либо заняты афганцы поэтому не только мое мнение мнение других адвокатов во флориде я сейчас буду про флориду говорить то что этот регион в котором я нахожусь что последний год единичный случай вызов буквально единичный случай вызова даже в графике на интервью да то есть практически нереально сейчас получить дату интервью поэтому не работает шорт-лист естественно да никто не отказывается шорт-лист стал и встал шорт-лист по всей стране там где даже был в тех офисах вам стал второй момент можно было запросить ускорение по каким-то определенным причинам на сайте с есть раздел где можно прочитать о том как запросить ускорение решения вашего вопроса в иммиграционном сервисе с с там приводится ряд оснований не буду сейчас их перечислять вы можете самостоятельно прочитать такая опция тоже есть но она на усмотрение офицеров с с и сейчас точно тоже людям отказывают в этом вопросе потому что считают что их основание заслуживает ускорения дела то есть это достаточно сложно обосновать и доказать основания поэтому вот эти две два момента в настоящее время то что было возможно раньше они ушли и не работают и остается только нет но и экспедает работы потому что вот не известно три случая когда люди правда ждали довольно долго там кто год кто три месяца вот совсем недавно у нас один из клиентов как раз позвонил сказал что он подал и буквально там в течение нескольких месяцев его вызвали экспедает безусловно как и в единичных случаях опять же мне как мы не мы говорим про как некий механизм как можно решать проблему задержки задержки предоставления интервью конечно в исключительных случаях то что ты говоришь вот есть один кейс например да это подчеркивает исключительность этого события я говорю про массовый характер то есть люди если там 10 человек подадут то может быть один из них получит назначение в ускоренном порядке да потому что в других случаях они просто не найдут основания для ускорения не так и пишут что к сожалению в вашем случае мы не видим что ваше обстоятельство гарантирует вам предоставление более ранней даты интервью то есть но это то что наверное будет больше 50 процентов случаев может даже больше процента отказов будет поэтому на основании но наверное да дмитрий дмитрий куда подавать и как вот подробно можешь объяснить оба эти запроса подаются в тот асайлом офис где находится ваш кейс то есть когда вы подпадали свой форум 589 вам пришел пришло уведомление которое называется по-английски acknowledgement of receipt где внизу в самом низу эта форма 797 си стандартная форма где внизу написано какой офис рассматривает ваш кейс и обычно там пишет майами асайлом офис лосанджелес асайлом офис нью-йорк асайлом офис и адрес указан да на этот адреса отправляется запрос что на короткие surp-list на короткий лист что там когда уже должно быть написано это по какой-то форме должно быть написано или след на подвольной форме свободной форме например если у вас есть есть то есть да вы пишите письмо вверху пишите свой адрес свое имя левее пишете адрес куда вы отправляете дальше пишете что вы просите. Прошу поставить мой кейс на шорт-лист. Дальше пишите, уважаемый дорогой офицер миграционной службы, прошу вас поставить мой кейс на короткий лист. Честно говорю, стал ждать. Очень плохо это влияет на мое самочувствие. То есть для обоснования перевода на шорт-лист не надо каких-то серьезных причин. Достаточно просто это выразить в свое желание. Прошу перевести мой кейс на шорт-лист. И, как правило, через какое-то время, опять же, это тоже занимает очень долго, потому что любой ответ, который вы хотите получить из-за миграционной службы, сейчас занимает просто невероятное количество времени. Я не говорю про дни недели, я говорю про месяцы. Даже годы в некоторых случаях. Потом вам должно прийти какое-то уведомление, что ваш кейс перейден на шорт-лист. Но в случае экспедита нужно обязательно документы предоставить. Да, в случае, если вы хотите ускорить свой кейс, то, естественно, вы должны обосновать. То есть там вы должны, во-первых, в сопроводительном листе написать, какие причины. Они вот, я сказал, посмотрите сайт в ССС, там это указано, какие причины могут вам могут вас делать имеющим право на ускорение, да, скажем так. Вот обязательно ваши причины, которые вы нуждают, должны соответствовать тем требованиям, которые вы установили на своем сайте ССС. И вы можете действительно описать в описательной части, что у вас случилось, а в документальной, в документарной базе приложите документы, о чем вы говорите в описательной части. Например, если вы говорите о каких-то проблемах психологического плана, например, у вас есть какое-то очень серьезное депрессивное расстройство или еще что-то в связи с неопределенностью, да, с сроками проведения этого процесса, да, то у вас должны быть какие-то справки от психолога, видимо, должны ходить туда, видимо, вы должны что-то приложить, что вот доказывает ваше обстоятельство. Просто так подать описательную часть без документов у вас не получится, конечно же, у вас никто это не... Нет, вас это примут, но просто это будет отказ, скорее всего. То есть вот эти два момента. Сейчас очень модное, наверное, модное слово, да, тренд. Это Мандамус. Мандамус – это федеральный суд, это федеральный иск правительству США, то есть конкретно Департаменту национальной безопасности, то, что мы знаем под названием DHS. А USCIS – это одно из подразделений этого департамента. То есть он входит. То есть это фактически подача иска в федеральный суд о том, чтобы заставить DHS в лице USCIS, иммиграционную службу, провести интервью. Вопрос можно? Да, конечно. По теме. Значит, чтобы подать на Мандамус, нужно ли заявителю показать, что он сделал все возможное, чтобы пройти интервью, то есть что он подавал на экспедайт, что он подавал в шорт-лист, что он обращался к конгрессмену и так далее за помощью перед этой процедурой? Или можно сразу подавать на Мандамус? Я бы скорее сказал, что здесь важно соблюсти некий срок все-таки. То есть если вы через полгода после подачи 589 подаете на Мандамус, то есть поймите, это обычный судебный процесс, где вы должны доказать, что ваше время ожидания просто ненормально большое. То есть вы должны доказать, что смотрите, судья, это та услуга, которая должна быть не представлена по закону, государственной организации. И смотрите, я уже 8 лет жду свое интервью, но до сих пор не проходит. А среднее время, это было, например, 4 года. Или 5 лет. Например, если брать вторую декаду 2000-х, то, например, это ненормально, то, что сейчас происходит, это ненормально. Вот что вы должны доказать. На этом пути вы, конечно же, можете ссылаться о том, что вы попробовали первое, второе, третье. Но в целом сам срок ожидания, когда он какой-то значительно большой, значительный, например, 4 года, 5 лет, 6 лет, вот само по себе это обстоятельство может помочь вам выиграть это дело. Но это не то, что вам положено по закону, это суд. То есть это вы как подаете иск государству, выиграете вы или нет, неизвестно. Опять же, лучше всего приложить какие-то документы, подтверждающие, чем для вас плохо ожидание. Это гораздо важнее сделать, чем вот именно доказать, что вы исчерпали все другие способы. То есть именно показать, что у вас какие-то психологические расстройства из-за этого, что, возможно, у вас какие-то проблемы с детьми из-за этого. Возможно, еще что-то у вас есть, что делает ваши ожидания каким-то болезненным для вас, делает это страдальческим для вас. То есть такие моменты нужно обосновать. И если вещи какие-то очень серьезные, часто это связано с каким-то критическим состоянием здоровья или, например, инвалидность, еще чем-то, то даже это может не дойти до суда. То есть люди подают такой иск, и ОСС выходит на них и договариваются еще на досудебной стадии. То есть заключается в settlement и в рамках этого settlement. То есть settlement это по-русски соглашение о намерениях сторон совместно договориться. И одна из сторон отзывает свой иск из федерального суда, а другая сторона предоставляет дату интервью. Это может быть... Да, здесь, безусловно, никто вам ничего не может гарантировать. Есть очень злопамятные люди. Есть они не только в наших странах, откуда мы все родом, но есть они также и в Соединенных Штатах Америки. Никто вам такое гарантировать не может, кроме самой процедуры. Процедура прохождения интервью, она в следующем. То есть один офицер у вас проводит интервью, он за ним потом обязательно смотрит еще супервайзера. То есть всегда две подписи стоят на протоколе проведения интервью. Поэтому, ну... Но я все-таки считаю, что не будут они предвзято относиться. Мне кажется, им абсолютно все равно. Дано задание провести интервью, они его проводят. Ну, то есть объективно смотрят на... Наверное, да. Я, Алексей, соглашусь с тобой. Я, скорее всего, думаю, что тоже не будет здесь каких-то игр. Хотя, конечно, в этой жизни исключить ничего нельзя. Вот так это работает Мандамас. Поэтому, если кто-то из вас отчаялся, вам нужно найти адвоката, который занимается судами, федеральными судами, потому что это некая отдельная ветвь судопроизводства. Кстати, люди называются литигейтерами. То есть проводят литигейшн в федеральных судах. То есть это некая дорогая штука. Вот. И, ну, если вы отчаялились, у вас есть финансовые средства, вы можете себе это позволить. Или ваши обстоятельства, скажем так, вынуждают вас пойти по этому пути. Ну, давай к следующему вопросу перейдем. Здесь вроде все выяснили, как, что. Чтобы подать... А, вот, последний вопрос. Самостоятельно вот этот иск можно же подать, да? Там ничего сложного нет. Ну, лучше обратиться все-таки к адвокату. Я не могу сказать, что там нет ничего сложного, но подать самостоятельно, безусловно, можете. У нас по закону любой человек имеет право обратиться в суд. Конечно же, вам не обязательно нет адвоката. Ну, если речь не идет в уголовном процессе. Значит, заявитель... Вот следующий вопрос. Заявитель перешел границу легально. Выпустили в США. Ну, то есть он какой-то задержали в детеншине какое-то время провел. Выпустили в США. Находился в статусе ожидания суда. Через какое-то время под неотложным причинам он возвращается в свою страну, где его преследовали. Потом, значит, он подумал и решил вернуться обратно в США. Да. И вот вопрос такой. Есть ли шанс снова просить убежище на границе? Пустят ли по второму разу? Ну, тут это достаточно сложный вопрос в плане последствий, потому что каждый раз последствия могут быть непредсказуемыми. Давайте... У нас есть время, да, чтобы разобрать это более детально? Да, конечно. Давайте тогда разберем это более детально и какого рода последствия могут быть. Во-первых, последствия юридического плана. Это вы покидаете депортационный процесс, что категорически запрещено. То есть вы находитесь в суде в рамках депортационного процесса и вы покидаете. Это, в принципе, не подразумевается законом. То есть почему-то людей часто забирают паспорта после перехода к границе. Это именно одна из гарантий государства, что вы не покинете территорию Соединенных Штатов Америки. Хотя это обходится и люди идут в посольство, получают различные документы временные на въезд и так далее. Но это другой вопрос. В целом, американские власти не подразумевают, что вы покинете страну, находясь в депортационном процессе. Это раз. Во-вторых, были такие случаи, люди выезжают, после чего они снова идут на границе с Мексикой и США и заходят обратно. И они приезжают сюда снова второй раз, а у них еще процесс, даже и мастер суд не назначил. То есть такое тоже бывает. Как это вылезет потом? То есть на данном этапе это может пройти вот так вот безболезненно. Как это может вылезти далее? Когда вы приедете в суд, у вас, помните, там есть вторая сторона. Я в этом все время твержу, что в суде две стороны. Одна сторона это вы с вами адвокатом, вторая сторона это адвокат государства. Вот он все эти проблемы подымет и скажет судья, что вы нарушили закон. Это как минимум может повлиять на классификацию вашего кейса, а во-вторых, это может повлиять на классификацию вашей достоверности. То есть фактически будет считаться, что вы обманули государство, покинув страну. То есть вы не должны были это сделать, вы обманули государство. Естественно, степень доверия, степень оценки вашей достоверности будет снижена, и судья будет, конечно, принимать этого внимание. Это первое, как это может сыграть. Второй момент, на границе на самом деле, когда вы второй раз приезжаете. Сейчас гораздо по меньшим основаниям сажают людей в детеншн. Если вы идете без ребенка, да, то понятно, что у вас возрастает риск попасть в детеншн. А где еще сложнее выиграть суд? Это вторая степень, так сказать, еще что может быть с вами плохого. Третье, что может случиться... А представьте на секундочку, что вы вернулись в ту страну, от которой вы просите убежище, да? Это хорошо, что если, допустим, вы заранее осведомлены, понимаете, что вам никак по смыслу нельзя возвращаться в свою страну, потому что вы уже запросили от этой страны убежище. Тут вы спокойно въезжаете в нее, а потом снова едете из этой страны на границу. Вот это просто вам фактически при таких фактах дело не выиграть. Потому что судя вас спросят, ну, а как вы поехали? В вашей жизни и здоровье находились в опасности. Допустим, мы говорим, ну, возьмем какую-нибудь страну, например, Россия. В вашей жизни и здоровье находились в опасности в России. А вы взяли и там приехали, пробыли там два месяца и снова поехали. А вы ему говорите, вы знаете, у меня там родственник очень серьезно умер, да, и не мог не поехать туда, да, хотел посетить похороны, дать дань, ну, там, почтение этому человеку. А вам говорят, вы понимаете, когда в вашей жизни и здоровье грозит опасности, а убежище именно такая концепция, это экстремальная концепция вреда. То есть в вашей жизни и здоровье грозит опасность. Вы понимаете, что человек, которому реально грозит опасность жизни и здоровья, никогда не поедет туда, где он может потерять свою жизнь или свободу. И никакая смерть другого человека не может оправдать. У человека есть инстинкт самосохранения. И здесь вам будет очень сложно убедить судью, что ваши обстоятельства были настолько серьезными, или ваши меры, которые вы предприняли, чтобы избежать преследования, были настолько серьезными, чтобы вам судья это приняло внимание и учел. То есть, возможно, в каких-то очень убедительных обстоятельствах это получится, но чаще всего судья скажет, извините, но вам ничего не грозит, скорее всего. И прокурор, естественно, будет говорить, что вам ничего не грозит, поэтому ваш иск, он необоснованный, да, то есть он фактически липовый. И в таких обстоятельствах вот это еще одна большущая ошибка, если вы, конечно, хотя бы выезжаете, но выезжаете не в свою страну, да, потому что понятно, что иначе у вас будет куча вопросов на это. Я, кстати говоря, еще тоже хотел бы сказать, что в нашей практике уже, наверное, семьи пять, наверное, уехало из США. То есть, ну, они приезжают, ждут какое-то время, вот там через год-два обычно ко второму году собирают вещи и обратно. И причем я уже сколько раз говорил, что не стоит этого делать ни в коем случае, нужно просто переждать какой-то трудный момент, и все наладится. Нет, люди все равно едут, и вот все пять семей абсолютно мне звонили и спрашивали, как вернуться обратно. То есть я вот сразу хочу сказать заявителям, которые смотрят наше видео, что не делайте этого ни в коем случае, не нужно возвращаться никуда. Это мой совет. Я могу сказать так, что среди моих клиентов, ну, в разной жизни происходили случаи, да, там и умирали даже самые близкие родственники, да, но большинство из них, конечно, никуда не поехало, потому что все это понимают. И когда мне звонят, спрашивают, то, конечно, даю однозначную рекомендацию не ездить. Это, ну, это, вы уже столько ждали, это, безусловно, разрушит ваш кейс и влияет достаточно серьезным образом на решение либо иммиграционного суда, либо иммиграционного офицера. Поэтому будьте здесь крайне осторожны. Хорошо, следующий вопрос. Ну, уже тысячи раз задавали, но все равно, очень часто, я хочу, чтобы все-таки из ответа прозвучало от адвоката. Про мобилизацию. Если получил повестку, является ли это поводом, основанием для получения убежища? Ох, здесь еще сложнее, чем с предыдущим вопросом. В целом, есть общее правило, что отказ от мобилизации, либо отказ от срочной службы ни разу не является основанием для получения политического убежища в Соединенных Штатах Америки, потому что это некая вещь, которая не связана с одной из категорий, защищаемых американским законом по убежищу. Но при определенных обстоятельствах это может вам обеспечить получение убежища. Сейчас эти обстоятельства назову. Они особенно ярко выражены, скажем так, ну, наиболее благоприятные для этого законодательства находятся в 9-м апелляционном округе. Это Калифорния, всем известный штат. Есть ряд прецедентов, которые говорят, что если ваш отказ быть мобилизованным связан с вашим политическим мнением, то есть вы, например, не просто не хотите идти служить, потому что окопы грязные, вас могут там убить, да, хотя человеческая жизнь вроде бы как бы это предел всему, что человек должен ценить, да. Тем не менее, вот если вот это двигает вашими мотивами, то это не основание для убежища. Но если вы не можете принимать участие, например, в вооруженном конфликте, который несет в себе какие-то нарушения международных норм права, и вы по политическим мотивам не хотите становиться каким-то международным преступником, да, или вы не разделяете ценности вашего режима, который в вашей стране сложился, то это может быть основанием для предоставления политического убежища в некоторых операционных округах. И второй момент, если наказание за ваш отказ быть мобилизованным является неравнозначным в степени вашего проступка. Такое тоже может быть, есть такой прецедент, который об этом говорит. Поэтому здесь надо смотреть на конкретные обстоятельства и смотреть, какие конкретные причины побудили вас отказаться от похода в зону вооруженного противостояния. И что вам за это будет в случае, если вы тут все-таки не пошли? Это очень важный момент, который, да, естественно, ваша мотивация. Да, но заявитель должен выражать свое мнение до того, как его мобилизовали, а не после. Что как бы было бы логично. Не обязательно. Я не считаю, кстати, что это важно. Например, если, допустим, представить, человек сидит ровно, и ничего с ним не происходит, он текст спокойно сидит, работает, обеспечивает свою семью, вырастит своих детей, то, в принципе, а что ему выражать? Почему он должен выражать уже это мнение? То есть он ничего не должен. Допустим, он получает повестку, то есть он понимает, что где-то есть конфликт. Ну, наверное, большинство из них думает, что так, что, ну, наверное, конфликт – это дело властей. Я тут обычный гражданин, я тут свечусь, кручусь, обеспечиваю свою семью. Я как бы не отождествляю себя с этим конфликтом, да. Ну, где-то идет помимо меня, да. Вот так, наверное, психология работает у большинства людей, которые находятся, например, сейчас в России. Вот. И в какой-то момент ему приходит повестка, которая в корне меняет для него всю жизнь. Он говорит, нет, я не могу пойти воевать, потому что, ну, я не могу убивать, там, например, других людей. Это не является, то есть у него возникает основание об этом задуматься и понять, что происходит, да, в целом. Конечно, у него могут быть и для этого какие-то свои, там, антивоенные взгляды, еще что-то, но если они даже у него с вами работали с тот момент, когда запахло жареным, это тоже нормально. Важно действие. Если человек решил что-то сделать, потому что его призвали, он понимает, что вот она повестка, надо что-то с этим делать. Он говорит, я не могу туда идти. Это противоречит. Допустим, есть альтернативная гражданская служба. Человек обращается, он отказывает, да, ну, что ему ставится, идти на фронтлайн, да, то есть на передние рубежи. Он бежит из страны, потому что, тем самым выражая уже свое некое отношение к этому действию. Здесь важно именно, что движет человеком, то, с чего я начал, да. Одни люди бегут, потому что не хотят обменять свою сытую благополученную жизнь на жизнь в окопе, а другие люди бегут, потому что в целом они не могут что-то себе сделать по политическим соображениям. Очень важна мотивация, то, с чего я начал отвечать на этот вопрос. Есть же законы государства, которые все граждане должны соблюдать, в том числе призыв на военную службу. И США это, насколько мне известно, рассматривают в однозначном порядке. Обязательно. Обязательно, конечно же, да. Поэтому я говорю, что, ну, с одной стороны, рассматривается каждый конкретный кейс, в котором будет рассмотрено право государства призвать этого человека, да, по закону. Но, опять же, если, например, мы говорим о том, куда человека призывать. Если человек призывает на срочную службу, он не будет участвовать в вооруженном конфликте, конечно, американцы такого человека не защитят. Ну, если там, опять же, не доказывать, что срочники тоже могут каким-то образом попасть, там это исключение определенное, да. То есть, в большинстве случаев срочная служба подразумевает где-то службу внутри страны, и это безусловное право государства по закону такого человека призвать. И, конечно же, в суде такой кейс не получит поддержки. Но, с другой стороны, если вы, например, говорите о том, что вас мобилизуют, и даже несмотря на то, что это делается в рамках закона о воинской обязанности, вас отправляют совершать какие-то, допустим, невероятные поступки, которые противны человеческому естеству, там, например, да, или которые противны общепризнанным нормам морали, или, например, человека зовут участвовать в конфликте, который ведется с нарушением всех международных норм права, да. Безусловно, в таком случае можно доказать право на убежище, и если человек грамотно аргументирует, конечно, свой кейс. Ну, понятно. Спасибо. Так, следующий вопрос. Про медицинский пароль. Как его получить, где, куда обращаться? То есть люди ждут в Тихуане, и у них есть сведения, что можно получить такой вот медицинский пароль, чтобы перейти границу. Где его получить, как, куда обращаться? Ну, я бы сказал так, что он правильно называется гуманитарный пароль. Да, гуманитарный пароль. В том числе он может даваться по медицинским соображениям. Я знаю, что ряд адвокатов пытаются это делать. Собирается пакет документов, который состоит обязательно из формы 131. Это форма, которая заполняется для подачи на пароль. К этой форме вы должны предложить найти спонсора. То есть человек, который будет гарантирует ваше пребывание в США, который будет нести финансовую ответственность, финансовое обеспечение ваше. Этот спонсор заполняет форму 134. И дальше вы представляете какие-то причины, почему вы запрашиваете гуманитарный пароль. Ну, это могут быть различные проблемы со здоровьем, которые там делают ваше пребывание в Мексике невозможным. Там еще какие-то моменты, еще какие-то моменты. И вы все это отправляете вместе с доказательствами в иммиграционную службу. И иммиграционная служба рассматривает это в установленном порядке. Если ваше обстоятельство заслуживает удовлетворение вашего запроса, то есть это очень большой вопрос усмотрения, дискретно. То есть у офицеров есть огромный дискретно, выдать вам пароль или не выдать. Это не то, что там что-то гарантировано законом. Это некие убедительные... Вы представляете некие убедительные обстоятельства, а иммиграционные власти смотрят, насколько эти обстоятельства убедительны, чтобы выдать вам пароль. И дальше принимается решение, если вам одобрен пароль, он дает право въехать. Это, в принципе, все то же самое, если вы проходите по CBP-1, например, только на CBP-1, вам дают его автоматом, когда вы приходите, добились вашего PowerPoint на границу, вам такой же точный пароль выдают. Это пароль в соответствии с статьей 212-D5, закон об эмиграции, который дается в 94-й форме, в котором написано, что вам был дан пароль в пункте перехода границ, это обозначение GT называется, DT, буквки стоят, только вам дают это заранее, вам не нужно. Вы офис этим занимается или нет? Мы этого не делаем, да, потому что у нас сейчас очень много, к сожалению, кейсов в судах, у нас просто нет возможности физической брать на себя такой объем работы. Но я знаю, что какие-то адвокаты, особенно люди, которые работают на границах офиса, которые работают на границах, такие вопросы решают. Понятно. Ну, единственное, что вам, конечно, нужно убедительное обстоятельство, просто так, например, из-за того, что вы устали стоять в очередь и ждать CBP-1, конечно, вам вряд ли кто-то этот пароль сделает. Вот следующий вопрос. Если судья назначил основное слушание и по какой-то причине уволился или заболел, в общем, длительно отсутствует, то что может в таком случае произойти с кейсом? Его переносят, либо отдают другому судье на рассмотрение? Как это вообще происходит? Ну, во-первых, надо начать с того, что у каждого судьи есть свой календарь. Нет такого понятия, как общая очередь в миграционном суде, как это в миграционном офисе, например. Очередь на интервью общая. Здесь нет такого. Здесь у каждого судьи есть свой календарь. Понятно, что если вы, например, находитесь уже у конкретного судьи, ваш кейс расписан в конкретном судье, то судья сам назначает вам даты слушания, исходя из своего календаря. И возьмем примеры случаев, вам назначен через два месяца основное слушание, и судья заболел, или судья ушел в отставку. Конечно, ваш кейс будет снят с календаря этого судьи, он будет потом переписан на имя другого судьи, и другой судья уже назначит вам дату основного слушания. Так это работает суда. То есть ничего там страшного нет, все равно дело рассмотрят. Конечно, конечно. Просто этот объем будет распространен между другими судьбами. Да, но не перенесут там на несколько лет еще. Ну, вот этого я не знаю, потому что, еще раз говорю, у каждого судьи... В зависимости от... Да. Я все-таки думаю, что судьи, у меня есть такое подозрение, вот сейчас, не подозрение даже, это убежденность некая, что все-таки судьи стараются рассмотреть на кейс под дате его поступления в суд. То есть неважно, когда вам назначена дата основного слушания, неважно, когда ваш кейс был помещен в судебную систему. То есть если ваш кейс был помещен в судебную систему в 2020 году, то, скорее всего, вас не поставят в суд на 1932 год. Да, то есть, скорее всего, получите раньше в судебной службе. То есть люди, которые поступили в 2023 году, даже если у них тот же судья, то есть они там могут быть гораздо дальше. Да, понятно. Хорошо. Спасибо большое, Дмитрий, за ответы. Наверное, на сегодня это все. Я попрошу подписчиков, пишите ваши вопросы под этим видео, пишите на почту. Дмитрий постарается ответить на них. Мы зададим ему, и он постарается ответить. Спасибо большое за твои ответы. Да, спасибо, Алексей, что пригласил меня представить эту информацию людям. Я надеюсь, информация полезная. Пишите ваши вопросы. Всех был рад видеть. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...